Всем привет! Если вы это слышите, значит вы выбрали аудиоверсию подкаста. На матче Лиги Чемпионов я делаю и видеоверсию со специально подобранным видеорядом. Она доступна в телеграм-канале Ежеграм. Настоятельно рекомендую подписаться на него, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за то, что слушаете. А теперь погнали! Лиги Чемпионов Лиги Чемпионов были «Не стыдно», «Молодцы» и «Ну а чего вы хотели, это же Бавария». И безусловно, со всеми тремя пунктами я согласен, но осадок от игры с немцами остался. Перед игрой я составил в телеграме список из пяти пунктов, исполнение которых хотел бы в матче с Баварией. Исполнились, к сожалению, не все. Зато были в игре и такие вещи, которых я совсем не ждал, но которые очень порадовали. Ну, давайте по порядку. Спартаковские 0-7 виделись как некий ориентир глубины падения. Баварию очень легко боялась. В свете их результативности, причем как в чемпионате Германии это было одно, так и в Лиге Чемпионов. Команда, которая забивает 4 гола команде Симеоне, пугает априори. Мы вот за 4 матча 1 забили и то были очень рады. А вкупе с локальным провалом в игре с ротором, отмахиваться от навязчивых мыслей было крайне трудно. Однако уже по прошествии 10-15 минут, даже несмотря на гол Горецке, стало понятно, что ни о каком сверхразгроме речи не идет. Бавария играла в режиме максимального сохранения энергии, в то время как наши ребята были мотивированы и заряжены на 100%. Понять баварцев можно. Им-то, в отличие от локомотива, никто не простит, если они в Бундеслиге начнут раздавать очки направо и налево, объясняя это тем, что, ну, зато в Лиге Чемпионов хорошо идем. Впереди у Баварии Кельн, Редбул и, как вишенка на торте, Дортмундская Боруссия перед паузой на сборные. Есть для чего экономить силы. Чтобы вы понимали, Бавария в этом сезоне забила 22 гола в 5 матчах Бундеслиги, но сейчас даже не на первом месте. Зарубы там пожестче, чем групповой этап Лиги Чемпионов. В общем, Бавария не особо стремилась вперед, однако все равно методично вскрывала нашу оборону. Это привело всего к двум забитым мячам, но, откровенно говоря, забить они могли гораздо больше, будь у них хоть какая-то мотивация нас унижать. Кроме голов Горецкий и Кимиха, был неудачный удар Ливандовский после углового, штанга Комана, его же удар в касание после проникающей передачи, хотя там можно было не бить, а спокойно отдавать на Ливандовский, и уж тот бы точно не промахнулся. Удар Кимиха по, казалось бы, пустым воротам с 5 метров, но в ногу Райковича. И отмененный из-за небольшого и ни на что не влиявшего офсайда пенальти за снос Ливандовский. И это не считая всяких ударов по вара слету, которые, как мы знаем, могут закончиться чуть более неприятно для вратаря, чем то, что получилось. Итоговый счет может создать ложное впечатление, что Локомотиву лишь чуть-чуть не повезло, но стоит понимать, что неподходящий для Баварии ничейный счет держался всего 22 минуты этого матча, 13 минут со старта и еще 9 после того, как мы сравняли. Все остальное время цифры на табло устраивали команду из Мюнхена, и этот фактор не получается не учитывать, когда с холодной головой оцениваешь то, что произошло во вторник. Понятное дело, ни одна команда не реализовывает все, что создает, но 7 явнейших голевых моментов, абсолютно не напрягаясь, дав лидерам отдохнуть, Бавария создала. В этом нет ничего зазорного, Бавария была и остается лучшей командой мира, и такие моменты имеет против кого угодно. То, что она их не забила, это исключительно ее проблемы, и у Локомотива были все шансы наказать Мюнхен за эту расточительность. Это сверхтрудная задача, но все же не невыполнимая, и нескольким командам это удавалось. Ну или почти удавалось. Локомотив предложил неожиданную смену расстановки на поле, впервые за долгое время уйдя от привычных 4-4-2. Над четверкой защитников расположилось трио опорников, Куликов, Крыховик и примкнувший к ним Игнатьев. Над ними два узкоиграющих полузащитника, Антон Миранчук и Федор Смолов, а наконечником выступил Зе Луиш, бегавший без устали по всему полю и собирая дальние забросы. Эдакая елка Николича. Эта расстановка блестяще связывала тройку полузащитников Баварии, Кимих, Горецко, Талису, и не позволяла им плести кружева или бить издали. Свой гол дальним ударом Кимих забьет уже после того, как Локомотив выпустит на замену вместо Игнатьева и Смолова, Рыбчинского и Жамалединова, и схема превратится в уже те самые 4-4-2. Как итог, пас между двух опорников на Кимиха, разворот, удар и гол. Немаловажная роль в пропущенном голе и у вышедшего на замену Райковича. Уже успешно передав Ливандовский Мурила, он не стал накрывать удар Кимиха, хотя за то время, что мяч летел к немцу, тот его обрабатывал, разворачивался и примеривался к удару, сделать это безусловно мог. Райкович же застыл на одном месте, и судя по всему еще и послужил причиной небольшого рикошета, дезориентировав Гильерми. Для сравнения, вот, например, как на передачу в эту линию реагировал Чурлука, или в достаточно похожем эпизоде, причем гораздо выше, не дал развернуться игроку Баварии Мурила. Но ничего не смог Мурила противопоставить Леону Горецка в первом тайме. Ёлочная схема Николича предполагала, что все наши защитники будут максимально компактно и узко располагаться в штрафной. Закрывать ширину должны были крайние опорники, и если на фланге Живоглядова действовал хорошо знакомый с этой ролью Игнатьев, то на фланге Рыбуся раз за разом проходила одна и та же комбинация. Резкий пас в глубину на угол штрафной и скидка в одно касание. В первый раз это был гол, во второй раз штанга, в третий раз заброс за ворота, в четвертый высокая свеча, которую вынес Живоглядов. Это повторялось настолько часто, что создалось впечатление, что наши игроки сознательно забили на фланговые передачи. Да и то спасение Райковича было по своей сути атакой ровно того же типа, разве что пас делал Гнабри, а не Павар. Скорее всего за эту зону должен был отвечать Криховик, так как Куликов действовал строго в центре, и как минимум Гнабри точно убегал из-под застывшего Гжегаша. Вторым пунктом в моей программе значился гол Локомотива. О том, что Бавария не слишком заботится об игре в обороне, говорит как цифры пропущенных мячей в Бундеслиге, их аж 8, только 6 команд пропустили больше, так и нарезки матчей. Хофенхайм забил 4, а мог еще минимум 4, как и Франкфурт с Атлетикой, которые не забили, но моментов натранжирили порядочно. Главная проблема Баварии, как команды, которой обязательно нужно выигрывать во всех матчах, в которых она участвует, это невозможность оставлять большие силы сзади и отсиживаться в обороне. Это просто не по-баварски. Поэтому защитники уходили вперед и доверяли Мануэлу Нойеру, который должен был всех страховать своими привычными выходами. Вот только в этой схеме наблюдаются явные сбои, потому что реальный выход у Нойера был только один раз, да и то в момент, когда Зе Луидж стартовал из офсайда. Все остальное время Мануэл оставался в своей штрафной и позволял нашей команде устраивать забеги к чужим воротам. Но началось все вообще на третьей минуте в позиционной атаке и сразу заставило меня вспомнить о пункте номер 3 моего списка – Федоре Смолове. Я ужасно не хотел увидеть его в старте, учитывая, какие два классных матча провел Лисакович против Зальцбурга и Ротара. На третьей минуте Федор Смолов, получив идеальный навес от Антона Мирнчука, головой переправил мяч в руки Нойеру с линии вратарской. Федор никогда не отличался умением играть головой, но уж такие моменты хочется, чтобы нападающий Локомотива решал. И подозреваю, его бы решил любой из трех других наших нападающих – Зелуиш, Лисакович и даже Эдер, забивший головой Зальцбургу. В первом тайме Локомотив имел множество шансов зайти в чужую штрафную, но действовал крайне робко, словно боясь, а ну как Бавария отнимет мяч и атаку свою соорудит. Не, давай уж как-нибудь попроще. Только это все равно приводило к потере мяча и атакам Баварии, только еще и любая потенциальная опасность рубилась на корню. Вот, например, идеально расчерченная позиционная атака вместо паса в штрафную зачем-то закончилась пасом в недодачу, замедлением атаки и закономерной потерей мяча. Из ярких событий вот этот прострел-удар Игнатьева, за которым не побежал все тот же Смолов, ну и удар Куликова, которому надоело, что все возятся с мячом и никто не бьет. Увы, в воротах все еще был Нойер. А вот во втором тайме картина резко поменялась. Перестройка Баварии на игру флангами и, судя по всему, наши корректировки в перерыве стали сходу давать плоды. Раз за разом наши игроки получали мячи за спинами у игроков-мюнхенцев и при этом в недосягаемости Нойера. Самый яркий из созданных моментов, кроме гола, у пары Рыбчинский-Зе-Луиш, самый яркий несозданный, как обычно, у Федора Смолова. Честно говоря, этот момент из тех, которые даже комментировать не надо. Это ведь не что-то сложное, что нужно придумать, увидеть, изобрести, исполнить. Нет, это простейший момент, в котором ты спокойно катишь мяч на выход своему партнеру. Но у Федора Смолова были другие планы. В этом матче у меня нет претензий к самоотдаче Феде, к его желанию отрабатывать в обороне и, в принципе, работать на благо команды. Это все было. Просто на данный момент это слабейший из всех наших игроков атаки. Не более и не менее. Его появление в стартовом составе стоило в игре с Баварией как минимум двух голов. В голевой же атаке, к счастью, обошлось без Феди. Отличный заброс Влада, убегание Зе-Луиша, и на этот раз все сделано идеально и в темп. Антон Миранчук давно заслужил свой гол в Лиге Чемпионов. Жалко, что не удалось превратить во второй гол заброс от Живоглядова, но там объективно было сложно укротить скачущий мяч в борьбе с Зюля. Последние два пункта моего списка гласили, что я хочу увидеть Макеева, Куликова и Рыбчинского на поле в матче с Баварией и что мы обойдемся без травм. К сожалению, оба пункта перечеркнулись еще до матча, известия о травме Макеева на предматчевой разминке. А затем уже по ходу матча в очередной раз сел на газон Ведрен Чорлука, который банально не выдерживает этот график. И в очередной раз мы задаемся вопросом, а зачем Ведрен играл в матче с Ротером, если такой ритм он не вывозит? Но это вопрос риторический. Обоим здоровье, у обоих похоже мышечные повреждения, восстановление после которых занимает 2-3 недели. Так что возвращение, видимо, уже после паузы на сборные. Жаль, но эта Лига Чемпионов, которая должна была быть Лигой Чемпионов Макеева, похоже, как минимум наполовину обойдется без него. Ну а то, что адекватной замены Чорлуке у нас нет в принципе, об этом мы уже говорили много раз. И не стоит переоценивать Тайм Райковича против Баварии, которая, ведя в счете, не слишком старалась напрягать нашу оборону. Игра с Баварией оказалась очень похожа на матч с Ювентусом годичной давности. Тогда мы тоже смело и напористо играли против гранды европейского футбола. Конечно, Ювентус Шарлатана Сари и Бавария Флика это две несопоставимые величины. Ювентус только обладает невероятным подбором игроков, а у Баварии к этому добавляется еще и классная командная игра. Однако этап под кодовым названием «Нестыдное поражение» мы уже прошли. Хочется сделать шаг вперед и сыграть в нестыдную ничью, ну или даже одержать какую-нибудь заваляющую нестыдную победу. Следующие две домашних игры будут определять очень многое в этой европейской кампании. До встречи через неделю в таком же обзоре на Атлетика и на выходных на стриме после игры в Сочи. С вами был Тим. Пока.